Старшего первополномочия по УВД, СОБР, Управление Францгвардии по Кемеровской области. По Кемеровской области? Да, по Кемеровской. С места постоянной дисфекции когда вы выдвинулись и куда? Мы выдвинулись в Смоленск сначала. Дату я не помню выдвижения. В Смоленске мы были, по-моему, за три дня до захода в Беларусь. Короче, ну вот, по-честному, поскольку у нас телефоны взяли в Беларуси, то, ну, по дату у меня, честно говоря, даже не револютировался. А за сколько дней до начала вашего сражения на территорию Украины за что выбираете? Ну, вот как раз, как только в Беларусь заехали, перед этим сразу забрали. А сколько вы были в Беларуси? Три дня. Две ночи, по-моему, приночевали, да. Потом с утра поехали, вот получается, какое число. Вот. Как вы сейчас рассказываете, в составе какой группы, с какой задачей вы приехали на территорию Крымы? Главное, каким способом вы попали на территорию Киева? Задача у нас стояла такая, выдвинуться в сторону Украины сначала. Вот. Ну, мы предполагали, да, что в сторону Киева там пойдет. То есть, вот, какую задачу нам, ну, как бы не ставили. Нам сказали, приедете на месте, на месте задачу поставим. Вот. Ну, мы до последнего, как бы, все надеялись, что, будешь мы полицейские, то мы никак не будем заходить на территорию другого. Ладно, Беларусь, там, может быть, какие-то договоренности есть. Мы с Украиной никак не, ну, по идее, не могло такого быть. Вот, но, тем не менее, так получилось, что мы зашли на территорию Украины. Вот. Но, как бы, до последнего тоже было неясно. Потому что мы ехали в машинах, в которой было много вещей. И было сложно оценить обстановку за окном, потому что, ну, реально, там, народ сидел и шмотки валялись. Это автобус это было рисуя? Ну, это КАМАЗ-Лахтовка. Вот. Потом, как-то, я вышел покурить ночью и увидел плакат с надписью «Зона отчуждения», там, Припять, по-моему. Ну, по-канецки было написано, он не все смог прочитать. Понял, что охота, рыбалка там запрещена. Ну, и все до меня доперло, что мы все-таки на Украине до конца уже, да, так понял. Вот. И, ну, судя по тому, что мы видели в окно, там, днем уже на село, начали подходить, видимо, пригороды Киева. Я не знаю, как населенный пункт назывался. Вот, парни говорили, возможно, врать не буду, вот. И мы заехали на мост, и все, начался обстрел. Соответственно, технику сразу сожгли всю, всю, которая у нас была, там, эти два КАМАЗа, вахтовки и, ну, так называемая хозяйка, грузовой КАМАЗ. У вас в группе сколько шло автомобилей и какие? Вот, вот, два КАМАЗа, это чисто наша группа, два КАМАЗа и вахтовка, ой, вахтовка, хозяйка. Хозяйка, три машины у вас ехали? Да, три машины. И вы три машины заехали в зону отчуждения, где вы прочитали эту надписи, потом в Киев, где вас расстреляли? Нет, колонна-то большая была. Сколько там машин было, я даже не могу сказать, большая колонна была. В колонне что было, с тяжелого, танки, грузовые? Нет, такого не было. Это мы вот, чисто полицейские ехали, вот именно на таком транспорте вообще все. То есть это максимум КАМАЗ вот эти, да? Максимум КАМАЗ, да. Ну, на сопровождении был, по-моему, БТР-1, вот, или два, не могу сказать точно. Вот, и все, больше ничего не было. Ну и все, получается, вот в таком составе мы зашли. А по ходу движения, я не знаю, почему так получилось, мы ездили, ехали в хвосте колонны, а получились почему-то в этом пиголовнике. Потому что, ну, еще раз говорю, что мы на этот мост заехали, и сразу нам досталось. То есть впереди уже никого не было. Вот, как-то так. Какая задача стояла в Киеве? Ну, про Киев я говорю, что мы должны были сюда приехать, и по месту нам уже задача стояла. Кто старший из группы? Кто командир? Дед группы был, руковник Огий Константин Анатольевич. Он непосредственный командир или, естественно, прямой или непосредственный? Да. Прямой или непосредственный? Вы же разом-то понимаете? Ну, это командир СОБР. СОБР? По тем же все области. То есть, наш прямой руководитель? Да. Он руководил вот этой операцией заезда на территорию Киева, правильно? Ну, он тоже получал задачи от верхней стоящих. Я не знаю, там, кто командовал. А он где? Вы не знаете? В плену, умер? Нет, не знаю. С вашего КАМАЗа? Вы, я так понимаю, просто КАМАЗ подбомбили и все? Или как вы? Нет, там всю технику сожгли, которая на мост тянулась. Вот. Первым, по-моему, взорвался УАЗик, который ехал впереди. Я не знаю, кто в нем был. Вот. С вашей группой сколько человек осталось живых? Не знаю, потому что мешанина была такая, что парни с ОМОНа к нам присоединились. Вот на первый момент я был ранен. И еще один парень. И все, больше я никого, как бы сказать, не могу оценить обстановку. Продолжение следует...